В общественно-политическом центре состоялась встреча участников СВО с волонтерами-активистами, ветеранами боевых действий в Афганистане и представителями городского собрания депутатов. Побывала на мероприятии и Елена Старостина. На встречу с магнитогорцами пришли сразу четыре участника СВО. У каждого в зоне боевых действий свои задачи. Здесь и разведчик, и штурмовик, и зенитчик, и командир взвода. Говорят, неважно, кто чем занят на фронте, главное, работают все на одну цель – победу. А потому даже наличие серьезных ранений не пугает мужчин. Боец с призывным ЛИС дважды был ранен, потерял ногу, рассказывая о том, как едва не лишился жизни, тут же отмечает, в чем нуждаются бойцы на передовой. И под обстрелами вот этот дрон у них появлялся, польский миномет работал, он мне в вену залил вот это два пакета физраствора, из-за этого я живой остался, наверное. Если бы это, не это, не знаю, физраствор тоже нужен там, их очень мало. Особо острая необходимость в разведывательной технике. Дроны, коптеры, средства, рэп – все это расходный материал. У противника подобных штук в изобилии при поддержке европейских союзников. У них много этих дронов всяких. Есть и дроны, и скидывают замедленного действия. Вот увидел, допустим, дрон разведчик, и тут там группа людей по тропинке, ага, туда не будем стрелять ничем. Они просто дрон этот садят и себя ждут на камере, замедленные действия. Люди идут, он бац, нажимает взрыв. Вот конкретно у нас такие случаи были. Есть и бытовые нужды, но с ними активно помогают справиться магнитогорские волонтеры и все неравнодушные жители города. Где-то у парней там что-то в чем-то нужно, у кого-то в продуктах, допустим, нужда, у кого-то в вещах нужда. В этом плане магнитогорцы, конечно, у нас молодцы, помогают здорово, за что им огромное спасибо и всем вам. К слову, теперь поддержку получают бойцы не только на передовой, но и те, кто только отправляются в зону СВО. С марта Союз ветеранов Афганистана, Чечни и СВО оказывают отдельную от прочих выплат материальную поддержку добровольцам. Те, кто уходят, они первые до двух месяцев, бывает так, что они остаются без денег. Ну, пока их поставят на денежное удовольствие, пока они обустроятся. Вот, и еще есть одна проблема, это то, что подразделения, ребята попадают в те подразделения, у них разные задачи. И приобретение вот, ну, каких-то личных вещей, они зависят именно от того, куда они попадают. На нужды бойцы получают 300 тысяч рублей, которые поступают на отдельный банковский счет. Для оформления денежной выплаты необходимо после заключения контракта в военкомате обратиться в офис Союза ветеранов по адресу Ленина, 10.